20 часов в Самаре в студии Марии Левина. Здравствуйте о главных событиях в регионе в начале этого информационного часа. И вот о чем расскажем. В регионе продолжают держать паводковые удары. Несмотря на то, что ситуация местами очень напряженная, все готово для оперативного реагирования, в том числе эвакуации жителей. Подробности через минуту. В Самарской школе урок мужества провел ветеран-афганец и отец героя России Виктор Толобаев. Об уникальной встрече расскажем. Проект межвузовского кампуса в Самаре будет готов до конца года. Какие принципы заложены в документе и как скоро стартует стройка. Начинаем выпуск с темы, которая очень актуальна для ряда муниципалитетов Самарской области. Речь о паводке. Больше 200 приусадебных участков подтоплено сейчас в Нефтегорском районе. По прогнозам, в ближайшие дни вода продолжит пребывать. Губернатор Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки проверил, как идет подготовка к возможной эвакуации жителей. Подробности у Леонида Кошмана. Вода вплотную подошла к жилым домам. В селе Утевка Нефтегорского района более сотни участков уже потоплены. Но люди держатся. Документы и вещи собраны еще неделю назад. Администрация идет на помощь. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки в район получает информацию из первых рук. Дмитрий Азаров поручил главе района Александру Баландину особенно внимательно следить за приходом воды в ночные часы. При необходимости оперативно оповещать жителей. Техника к эвакуации готова. Принято решение на первоочередные нужды выплаты 10 тысяч на каждого члена семьи. Дальше по мере оценки нанесенного стихии ущерба на частичную компенсацию на возмещение ущерба. Будем помогать в любом случае. Но такого палатка никто вспомнить не может. Как тебе тревожно здесь? Вода так рядом пришла. Класс. Под контролем. Под контролем. Ну ладно. Вот дедушка у тебя. Вот отец. Настрой у тебя позитивный. На все в порядке. При всей тревожной обстановке в Утевке продолжается и обычная жизнь текущей заботы. В частности, работа над восстановлением святыни Троицкого храма. Его в 19 веке расписывал легендарный иконописец Григорий Журавлев, у которого не было рук и ног. Над реставрацией изображений теперь трудятся самарские мастера. Ранее они уже расписывали церковь Варвара Великомученицы в Нефтегорске. А здесь мы по росписи с кем бы говорили? Ну, нашли людей, кто у нас расписывал в Нефтегорске нашу Варварину. Хороший художник. Но они откуда? Из Самары. Самарский? Да. Очень качество, очень хорошо. Хороший художник. Завершить реставрацию храма в селе Утёвка планируется на Троицу. В этом году церковный праздник будет отмечаться 23 июня. Леонид Кошман, Алексей Вельмискин, телеканал «Губерния». В регионе открываются мобильные офисы, где пострадавшие от паводка могут подать заявление на материальную помощь. Почти все пункты работают с 8 до 12 часов в Днявке. Не в Черкасском районе обратиться можно в культурно-досуговый центр села Полудни. В Богатовском мобильные офисы располагаются в Заливном и в администрации села Богаты. Здесь заявления принимают с 13 до 16 часов. В зданиях управления социальной защиты населения офисы открыли в селах Пестравка и Красноармейская. В Кошкинском районе заявления принимают в администрации Шпановки и сельских домах культуры в Старом Юреево и Степной Шантале. В Красноярском районе за помощью можно обратиться в ДК в поселке Угловой и в селе Большая Каменка. В Елховском районе офисы открыли в администрации Красного поселения и в поселке Нижняя Кондурча. В Нефтегорском районе пункты работают сразу по трем адресам. В Утёвке в здании МФЦ, в администрации Покровки и в Бариновке на Чапаевской, 22. Свой вклад в поддержку пострадавших от паводка жителей Оренбургской области, где последствия от большой воды прогремели на всю страну, внесли члены Самарского отделения партии «Новые люди». Они отправили одежду, воду, продукты и лекарства. Три тонны гуманитарного груза. Сегодня с командой Самарского и Оренбургского рекотделения приехали отвезти гуманитарную помощь людям, которые попали в стихийную беду, отвезли товары первой необходимости, 500 литров воды собрали. И хотелось бы сказать огромное благодарность нашим сторонникам и всем неравнодушным людям, которые помогали нам с этой гуманитарной миссией. И сейчас о другой поддержке, но не менее важной. Участники специальной военной операции из-за Травнова в ближайшее время получат подарок со своей малой родины. Представители предприятий, волонтеры, городские власти приобрели для земляков внедорожник. Как и небольшой вклад каждого жителя приближает общую победу. Расскажем далее. Подвезти продукты и необходимые грузы, перебросить бойцов, провести мониторинг территорий позволяет этот внедорожник. Военнослужащие из Травнова сейчас мужественно выполняют задачи в зоне специальной военной операции. В январе защитники передали на малую родину просьбу. Им нужен проходимый автомобиль. Ребята рассказали, как они проходят службу в зоне боевых действий. Рассказали о том, что им необходимо. И была озвучена проблема, что необходим транспорт. Глава города Александр Александрович совместно с своим заместителем Николаем Ивановичем взяли в проработку данный вопрос. Сказали, что помогают решить данную проблему. Это действительно будет боевая машина. Обещание выполнено в кратчайшие сроки. Внедорожник смогли приобрести совместно власть от Радного и представители бизнеса. Показывают, сколько людей принимают на самом деле участие. В помощи нашим ребятам каждый день, каждый час. Мы оказываем посильную помощь. И моральная поддержка, и рисунки детишки рисуют. И жители, и бабушки, и дедушки, и молодежь. Молодежное объединение. Вместе с машиной за ленту также отправится комплект смазочных материалов, запчасти, продукты. Леонид Кошман, телеканал «Губерния». Чем срочная служба отличается от контрактной и на какие выплаты можно рассчитывать при заключении договора? На эти и другие вопросы в прямом эфире пресс-центра Самарского областного обещательного агентства ответил Максим Лукашевич, инструктор пункта отбора на военную службу по контракту. Итак, добровольцами сейчас могут стать мужчины от 18 до 65 лет и совершеннолетние женщины не старше 45. Оператор-беспилотник, водитель-кранатометчик. Это самые востребованные должности для представителей сильного пола. А для прекрасного – санитар, медик и связист. Чтобы заключить контракт, нужно иметь группу здоровья А, Б или В. Но не допускают людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, инвалидностью и судимостью по некоторым статьям. В отличие от срочника, контрактник может выбрать место, где хочет служить. Более того, получает единовременное пособие, ежегодную премию, материальную помощь, ветеранскую пенсию и ряд иных льгот. Все больше сделано для детей. В садиках они будут обучаться бесплатно, они встают без очереди. Также питание бесплатное, в школе питание бесплатное, обучаются бесплатно. И в университет они будут поступать одни из первых. Есть у нас за уплату транспортных налогов. Это региональные меры поддержки. Неважно, сколько лошадиных сил под капотом, за транспортный налог я не плачу. Также у нас есть дополнительная выплата в 169 тысяч рублей на установку газового бордона, там на даче, если вы желаете. И плюс, многие у нас боятся заключать контракт, потому что они боятся потерять свое рабочее место. Мы сохраняем рабочее место на срок заключения контракта. Для заключения контракта на военную службу можно обратиться в военкомат или в пункт отбора. При себе необходимо иметь паспорт, ННН и СНИЛС, а также при наличии водительские права, свидетельства о регистрации брака и рождении ребенка. Ровно 90 лет назад Центральный исполнительный комитет СССР установил в стране новую высшую степень отличия. Почетное звание Героя Советского Союза. В памятную дату в Самарской школе номер 64 состоялся урок мужества. Его провел для учащихся отец Героя России. С подробностями Олеся Шевелева. Виталий Талабаев – Герой России. Он служил в воздушно-десантных войсках. Во время Второй Чеченской войны погиб в бою. Но память о нем живет. Самарская школа номер 64 носит имя Героя. Его родители Виктор Петрович и Лидия Павловна здесь почетные гости. Виктор Петрович и Лидия Павловна активно помогают нам в школе патриотическому воспитанию детей. Очень часто они приходят к нам в школу, проводят уроки мужества, проводят различные мероприятия. В общем-то, как и сегодня. В школе номер 64 провели торжественную церемонию награждения юнормейцев. Почетный грамот из участия в Параде памяти им выручил Виктор Талабаев, ветеран войны в Афганистане. Мероприятие приурочили к 90-летию учреждения звания Героя СССР. Виктор Петрович поделился, что патриотизм юных самарцев вызывает у него гордость и слезы радости. 33 года жизни Виктор Талабаев посвятил службе в вооруженных силах и был награжден боевым орденом «Красная звезда». Готовится к каждому урок мужества Виктору Петровичу помогает его супруга Лидия Павловна. На встрече с детьми обычно я озвучиваю цифры, которые касаются нашего региона. Сколько героев Советского Союза, героев России, героев соцтруда. Наш регион – это прям патриоты нашего Отечества. Мы должны гордиться им. В Самарской области 299 героев Советского Союза, 79 героев Российской Федерации и 323 героя социалистического труда. Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из задач национального проекта образования, который реализуется по решению президента Владимира Путина. Самые страшные 1418 дней и ночей в истории нашей страны. Самая жестокая и кровопролитная война в мире. Пока мы помним, все это было не зря. Мы приглашаем наших телезрителей стать участниками специального проекта Самарского областного обещательного агентства «Помните». Практически в каждой семье есть участник Великой Отечественной войны. И мы хотим, чтобы об этих людях узнала вся область. Присоединиться к проекту «Помните» просто. Для этого снимите на телефон короткое видео. Возьмите фото своего героя. Расскажите о нем несколько слов. Как звали, где воевал. Пришлите этот ролик сообщением в наши официальные аккаунты в соцсетях. А мы покажем его в эфире нашего канала 8, 9 и 10 мая. Это всегда очень трогательные истории. Мы дорожим каждой из них и хотим поделиться с вами. Люди, покуда сердца стучатся, помните. Какою ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните. Я хочу рассказать про своего прадедушку Остафьева Алексея Артемьевича, участника Великой Отечественной войны. Родился 30 апреля 1923 году. Ушел на фронт в 1942 году, когда ему было 19 лет. Был направлен в Смоленскую область, в стрелковые войска. В бою был дважды ранен. За боевые заслуги прадедушка был награжден медалью за победу над Германией. Я, к сожалению, своего прадедушку не видела. Он умер в 1979 году, 18 марта. Но память о нем останется в наших сердцах. Видео принимается до 3 мая включительно в официальных аккаунтах Самарского областного вещательного агентства в социальных сетях. Давайте сохранять память вместе. Уже до конца этого года проект межвузовского кампуса в Самаре будет полностью завершен. Затем сразу приступят к строительству беспрецедентного объекта. В ходе рабочей поездки в Самарскую область заместитель министра науки и высшего образования России Айвар Гатиятов осмотрел площадку будущего кампуса. Подробности у Леонида Кошмана. Уже в 2025 году на этой площадке развернется грандиозная стройка. Межвузовский кампус разместится на территории, прилегающей к Солидарной Самароарене. Локацию во время рабочей поездки в 63 регион осмотрел заместитель министра науки и высшего образования страны Айрет Гатиятов. Основные характеристики представил главный архитектор проекта Антон Яроскрябин. Кампус будет точно уникален своей архитектурой, поскольку она полностью привязана к участку, полностью привязана к месту. Нет таких сложностей, которые помешали бы или как-то оттянули сроки проектирования. Проект сейчас приобретает уже такой достаточно конечный вид, и за что, опять же, хочется поблагодарить вообще всех участников процесса, потому что все комментарии, которые к нам поступают, они на самом деле очень по делу, очень правильные и дают как раз возможность сделать хороший и оптимальный проект. На мой взгляд, именно Самара делает тот кампус, который займет основное место в создании инжиниринговой школы России. Это на многие годы вперед основа развития таких отраслей, как аэрокосмическая, военная, ракетные отрасли. Это, естественно, медицинский инжиниринг, то есть современной техники медицинской. Эти компетенции нужны стране, нужны в мировой экономике. Ну, вот кампус, посвященный инжинирингу высокотехнологичному, это кампус Самары. Как идет проектирование, обсудили на заседании регионального штаба по реализации проекта, которое прошло на территории стадиона. Учли пожелания вузов, которые там будут размещаться. В приоритете было и сохранение первоначального облика кампуса и его функциональности. Те задачи, которые проговаривали, они были достигнуты только благодаря совместным усилиям, там, доброй воли и поддержки вашей, там, и ваших коллег, и ваших коллег. Задача, действительно, очень масштабная. Я уверен, что мы с ней справились. Детально обговорили расположение учебных аудиторий каждой лаборатории. Новый кампус будет оснащен по всем федеральным стандартам. Вот этот синергетический эффект, который всегда мы подчеркиваем. Вот здесь вот ребята живут в общежитиях университетов, межвузовского нашего кампуса. Они перешли дорогу, прошли три минуты, вот они зашли и обучаются. Там же у них через, на следующем этаже места досуга есть. Буквально, даже не переходя дорогу, вот здесь есть уже и планы, и это важно, нам все отфиксировать по срокам реализации. Будут технопарки, заказчик, тот, которому нужны новые специалисты. И вот когда у нас это все замыкается, у нас вот именно получается эффект огромнейший просто. Согласно графику проектирования объектов кампуса, на первом этапе работа ведется над жилыми объектами. На втором этапе проектируются научно-образовательные корпуса. Положительные заключения глав госэкспертизы планируется получить до конца 2024 года. Леонид Кошман, Андрей Авдеев, телеканал «Губерния». И еще о проектах, которые призваны сделать жизнь лучше. Поддержка военнослужащих и социальная адаптация ветеранов СВО. Развитие туризма, финансовая грамотность жителей Самарской области. Проекты на эти темы и не только предлагают реализовать финалисты конкурса «Лидеры России». Идеями они поделились со своим наставником, губернатором Самарской области. Подробности в нашем материале. Анна Старкова работает в сфере образования. В конкурсе участвовала во второй раз. Как говорит, цель поставила правильно – победа. Сейчас такая основная цель – это дальше применить те навыки, те знания, которые были получены, и применить их в правильном русле. Конкурс «Лидеры России» он проходит по поручению президента Владимира Путина. Это мощная образовательная программа. Участвуют лучшие из лучших. Причем это специалисты разных отраслей. Мы проектируем визит-центр в Ширяево, который будет пунктом и точкой притяжения для всего туризма со всей России. И хотелось бы продолжить их взаимодействие с вами, как с наставником, в части проектирования, в части туристических объектов. Самарская область в этой сфере добилась серьезных успехов. Благоустраиваются существующие общественные пространства, создаются новые. В прошлом году регион посетили свыше 3 миллионов 160 тысяч туристов. Зазначимы эти места не только для туристов, но и в первую очередь для жителей Самарской области. И вообще всю туристическую инфраструктуру, которую мы делаем, мы в первую очередь делаем ее для жителей Самарской области. Они главные, конечно, пользователи этой инфраструктуры. Но очень рад, что эти объекты, в том числе, которые новый вид приобретают, привлекают все больше и больше туристов. В этом году на конкурс от Самарской области поступило самое большое количество заявок среди регионов Приворского федерального округа. И сразу 10 человек вышли в суперфинал. Дмитрий Станотин работает в управлении налоговой службы Самарской области. Предложил целый ряд проектов на финансовую тему. Готов включаться, готов работать для того, чтобы непосредственно наш регион, с одной, наверное, из самых мощных экономик в стране, продолжал наращивание, продолжал улучшать инвестиционный климат. Антон Седов из Нижнего Новгорода, но в качестве наставника, выбрал губернатора Самарской области. Во время встречи лидер России предложил проекты по повышению производительности труда. Специальная IT-платформа поможет вовлечь в эту работу наибольшее количество сотрудников заводов. Я просил, чтобы за каждым участником нашей встречи был закреплен куратор, который будет таким проводником. И по министерствам, и по нормативным документам, если надо, по территориям. И у коллег есть достаточно четкое видение своих проектов. Меня все они устраивают, потому что я вижу в них актуальность для нашего региона. Для того, чтобы проекты были успешно реализованы, такие встречи с лидерами России Дмитрий Азаров проводят регулярно. Ольга Павловская, Владимир Терентьев, телеканал «Губерния». Уже на этой неделе, 20 апреля, жители Самарской области напишут «Тотальный диктант». Регистрация на участие в этой просветительской акции в самом разгаре. Подробности обсудим с координатором «Тотального диктанта» в Самаре Еленой Бондарчук. Здравствуйте, Елена Михайловна. Здравствуйте. Расскажите нашим телезрителям, которые, может быть, по разным причинам еще не знакомы с этой акцией, в чем ее суть? Суть акции заключается во встрече с родным языком. Это просветительская акция, культурная акция. И фактически «Тотальный диктант» – это приглашение в культурное пространство, культурных смыслов, художественного стиля, красивой речи, глубоких жизненных смыслов. Эта акция действует на принципах добровольности, действует на принципах анонимности и бесплатности. Это для наших участников. В этом году «Тотальный диктант» юбилейный. Как менялась акция на протяжении двух десятков лет? Это уже целая история. 20 лет – это целая история. И я бы здесь использовала такое сравнение. Когда «Тотальный диктант» начинался, это был маленький саженец, который нужно было оберегать от ветров, от холодов. Сейчас это уже мощное, могучее дерево. И это целый комплекс мероприятий. Даже называют, что это целая экосистема образовательных проектов. И уже не просто «Тотальный диктант», а «Тотальный диктант» стал частью огромной системы мероприятий, которая называется «Тотальный онлайн-марафон». Кто же может принять участие в этой акции и что нужно для этого сделать? Принять участие может любой желающий. Это дело добровольное. И действия здесь совершенно нехитрые. То есть нужно зайти на сайт totaldick.ru, найти страницу нашего родного города, город Самара, нажать на кнопку «Площадки» и выбрать ту площадку, которая нравится. Это для тех, кто хотел бы участвовать очно. Но если не позволяют обстоятельства, можно принять и участие онлайн. В этом случае человек будет писать на клавиатуре компьютера, отправит по соответствующей ссылке и получит результат. То есть сейчас вот такие два формата, они идут параллельно и они очень востребованы. А очно? Во всех населенных пунктах Самарской области есть куда прийти и написать этот диктант? Я могу сказать, что лично я отвечаю за город Самара. Вот сколько пунктов в Самаре? У нас, я посчитала тщательно, 16 пунктов. Среди них у нас три образовательных учреждения. Это Самарский университет, это Педуниверситет, это Самарский филиал Московского педагогического университета. У нас три областных библиотеки. Это научная библиотека универсальная, это детская библиотека, это библиотека для молодежи. У нас шесть библиотек городских. И плюс, особенность вот этого года, к нам подключился литературный музей Горького. Это на Фрунзе 155. Однако уже места закончились. То есть много желающих именно там? Много желающих, да, оказалось именно там. И еще один нюанс, который тоже показывает, что диктант развивается. У нас появилась площадка для людей, например, с особенностями зрения, слабое зрение. То есть это такая инклюзивная площадка. И у нас есть библиотека для слепых. И там будут писать люди, которые имеют некоторые особенности зрения. Ему трудно писать обычно. И там будут специальные эксперты, которые проверяют эти тексты. Ну вот, когда написали уже тотальный диктант, приняли участие, как же узнать о результате? Результаты узнаются просто. Для участия в тотальном диктанте нужно, во-первых, зарегистрироваться. Там появится учетная запись, личный кабинет. И в личном кабинете можно будет узнать результат после 24 числа. После 24 апреля. Стадий проверки несколько. Сначала проверяют филологи на площадках. Вручную. Это штучная работа. То есть каждая работа будет проверена. Затем работы комплектуются. И дальше на проверку отдаются городской комиссии филологов. Во главе с Надеждой Алексеевной Илюхиной, доктором филологических наук, профессором Самарского университета. Проверяется на этом этапе. Потом результаты загружаются в компьютерную систему. И таким образом доходят до каждого участника. Вот такая сложная многоэтапная система проверок. А представьте, как мы ответственно подходим к тем, кто написал на пятерку. Сложно представить. Да. Отличная проверка себя. А вот кто может поучаствовать? Есть ли какие-то особенные требования? Например, возраст. Ну, рекомендуется 12+. Хотя в этом году уже стали практиковать детские диктанты. То есть уже школьники, даже начиная с самых малых классов, могут уже принимать участие. Но в Самаре мы пока не открыли детскую площадку. Но уже практикуется такое. То есть акция приобретает просто масштабный характер. Вывлекает всех. А сейчас это молодежь учащаяся. Это люди среднего возраста. Это люди старшего возраста. Вот это стандартные участники нашего мероприятия. Какой уровень показывают самарцы? Вот в среднем как-то он меняется в последнее время? Конечно, хотелось бы сказать, что прям вот заметный рост. Но я думаю, что можно говорить о какой-то такой среднем уровне. Нельзя сказать, что Самара в какую-то яму там исползает или какие-то вершины покоряет. То есть у нас, что характерно, всегда много отличников. То есть у нас есть разные оценки, но много отличников. В прошлом году у нас было 33 отличника по городу, которых мы награждали с большим удовольствием и радовались за их успехом. Насколько вообще вызывает интерес у жителей эта акция? Сколько человек в ней участвует? Вы знаете, есть уже те участники, которые много лет... Акция много лет у нас в Самаре. Она с 2014 года акция. Самарский университет подключился в 2016 году. И я начала заниматься организацией. И есть люди, которые стабильно посещают. То есть для них это мероприятие уже часть их жизни и часть жизни их семьи. Есть те, которые только подключаются. Молодежь подключается. И вот все-таки, несмотря на то, что акции уже 20 лет, все-таки убеждаешься в том, что самые молодые, они не знают про акцию. И когда опрашиваю, например, я своих студентов, я говорю, вы знаете такую акцию? Нет. Вы участвовали? Нет. То есть получается, что они живут в каких-то еще своих смыслах. И наша задача привлекать их к этому мероприятию вот через целую систему мероприятий. Ну, давайте воспользуемся этой возможностью и обратимся к нашим телезрителям, чтобы пригласить их к участию в этой акции. Прекрасно. Уважаемые горожане, дорогие участники, я приглашаю вас на площадке нашего любимого города для того, чтобы вы написали прекрасные тексты, которые подготовила в этом году писательница Анна Матвеева. И пожелаю вам успехов, пожелаю вам отличных результатов и просто прекрасного настроения. Спасибо, Елена Михайловна. Я напомню, у нас в гостях была координатор тотального диктанта в Самаре Елена Бондарчук. Добавлю, тотальный диктант можно будет написать не только на русском, но и на других национальных языках народов России. Уже второй раз такая возможность будет предоставлена в рамках проекта «Тот.язык». Главная цель – показать разнообразие и возможности межкультурной коммуникации между людьми, которые говорят на разных языках. В этом году написать диктант можно на агульском и аварском в Махачкале, армянском в Ростове-на-Дону, белорусском в Москве, а также казахском, марийском, немецком, татарском, узбекском, чувашском и других языках. Подробнее об акции на сайте, адрес на экране. Что касается самого тотального диктанта, то в этом году его столицей выбран Томск. Пройдет он 20 апреля по всей России. Как в онлайн формате, так и оффлайн. И смотрите далее в нашем эфире. Аграрный киберпанк настал. Как беспилотная техника приходит в сельское хозяйство, и какие еще барьеры нужно устранить, чтобы цифровой воздушный флот бороздил над просторами региона. Традиции бракосочетания от древних уборов до современных обрядов в Самаре открылась выставка под названием «Горько». О многоликости свадебных традиций и сюрпризах экспозиции в этом выпуске. Хозяин Самарского зоопарка отмечает именины. Любимцу посетителей, ребенку Алтаю, вот как поживает именинник и что ему подарили. Поддержка с неба. Использование дронов в сельском хозяйстве сейчас одна из приоритетных задач, поставленных на федеральном уровне. Какие преимущества у беспилотной авиации, кто и как может этих цифровых помощников использовать, обсуждают аграрии и эксперты на семинаре «Практиками» в Кенельском районе. Наш агрокурьер Сергей Павлов побывал на демо-полетах и готов рассказать все подробнее. Времена, когда беспилотники применялись исключительно для аэрофотосъемки, давно в прошлом аграрный киберпанк настал. Современные аппараты составляют тепловую карту полей, вносят удобрения, агрохимию, сеют и подсказывают фермеру, когда созрел урожай. «Такой машина может зайти раньше в поле. То есть не нужно ждать, пока подсохнет почва. То есть нужно лишь дождаться, чтобы лист растения был сухим и можно было нанести туда препарат». Однако все новое не сразу идет, а вернее летает по накатанному маршруту. Некоторые аграрии считают, что пока поддержка с неба технически еще далека от идеала и экономически не доказала свое преимущество перед наземной техникой. «Надо персонал готовить соответствующий, чтобы умели эксплуатировать дорогостоящие игрушки. Во-вторых, это химики должны быть параллельно готовиться. То есть химия у нас вся рассчитана сейчас на вылив определенного объема воды. То есть это 200 литров, да, в среднем берется, 300 литров берется. Здесь агродроны не позволяют этот объем воды эксплуатировать». Меж тем, использование дронов в сельском хозяйстве – одна из приоритетных задач федерального значения. С этого года по решению президента Владимира Путина запущен новый нацпроект – беспилотные авиационные системы. А в Самарской области с ноября прошлого года введен экспериментальный правовой режим. Он позволит его участникам применять беспилотники в специальном упрощенном режиме, как при производстве и испытаниях, так и непосредственно на работе в полях. «Ну, например, та же ГИС-АПК, которая у нас есть в бесплатном доступе для аграриев. То есть там можно, грубо говоря, в рейтинге полей увидеть, у тебя плохое поле. Ты думаешь, а что оно у меня плохое? Ты поднимаешь беспилотник и видишь зону угнетения. Если это сделано вовремя, возможно, при помощи того же беспилотника можно будет побороться с вредителями или еще что-то». В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова создается кластер беспилотной авиации. Определен оператор проекта. Он займется серийным производством беспилотников и будет комплексно готовить кадры. «Уже анонсирована программа компенсации расходов на это обучение 90% стоимости. То есть тот, кто учится, платит только 10% при подаче заявки через систему федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем». Ожидаем, что в мае месяце эта система уже должна заработать». Сейчас эксперты и аграрии формируют техзадания для производителей под конкретные задачи агропрома. В этом поможет и Самарская машиноиспытательная станция, которая одной из первых в стране будет тестировать функционал агродронов. А чтобы «Киберпанк» стал ближе и роднее, на федеральном уровне разработаны новые меры поддержки. Например, льготные кредиты и лизинг на приобретение беспилотников. Сергей Павлов, Константин Макаревич, Телеканал «Губерния». Сулугуни, Качото, Сыр Адыгейский в Безенчукском районе запустили цех по переработке молока. Герои нашего следующего сюжета, благодаря господдержке, за несколько лет превратились из домашних фермеров в настоящих предпринимателей, продукция которых пользуется спросом среди местных жителей. Однако это лишь начало, признается семья. Елизавета Должикова продолжит. Мария и Юрий Незнамовы больше 10 лет ведут фермерское дело. Содержат коров. После того, как три года назад побывали на сельхозвыставке и попробовали там сыр, решили тоже освоить производство этого продукта. Начинание оказалось успешным, а потом решили пойти еще дальше. Мария стала расширять знания в этой области, прошла обучение и начала внедрять новые технологии в сыроварении. Сейчас это основной источник дохода семьи. В 2021 году предприниматели воспользовались грантом «Агростартап», на средства которого удалось увеличить поголовье и приобрести необходимую технику и оборудование. Сегодня наступил новый этап развития. Мария и Юрий открыли цех по переработке молока. Без такой продержки, конечно, мы бы никогда не купили сами ни трактор, ни этих животных. Одна корова у нас около 125 тысяч, что ли, по-моему, получилось. С собственными силами это нереально. Со своего хозяйства просто выложить такие деньги невозможно. В перспективе, конечно, с увеличением производства нужно и новые рынки искать сбыта, и выходить и на Самарскую область, и, может быть, на соседние регионы. Какие-то небольшие сети будем контактировать, пытаться что-то с ними поработать. Сулугуни, Адыгейский, Качот. Сейчас в ассортименте семейной сыроварни более 15 наименований. В месяц предприниматели производят 300 килограммов продукции. Останавливаться на достигнутом не планируют. В Самарской области для предпринимателей действует несколько мер грантовой поддержки. Количество их получателей ежегодно растет. В прошлую пятницу в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» были отобраны новые стартапы для реализации на селе. Общая сумма поддержки составляет больше 200 миллионов в год по различным направлениям. И сельхозпроизводители активно пользуются ими. Те, кто понимает важность этих мероприятий. Когда люди видят перспективу и хотят развиваться, то направление государственной поддержки как раз позволяет создавать условия для развития тех или иных направлений, развития агробизнеса. Рост вклада малых форм хозяйствования «Валовый региональный продукт» неоднократно отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Благодаря поддержке на федеральном и областном уровнях за период с 2020 по 2023 годы были выданы 160 грантов на общую сумму более 1 миллиарда 100 миллионов рублей. Создано 427 новых постоянных рабочих мест. Елизавета Тулжикова, Сергей Костин, Телеканал «Губерния». К другим темам проводили на родину в Наманган. Судебные приставы Самарской области выдворили за пределы страны 60-х граждан Узбекистана, которые нарушили миграционное законодательство, правила въезда или режима пребывания в Российской Федерации. По истечении 90 суток они были обязаны уехать домой, однако продолжали незаконно находиться и работать на территории Самарской области. Теперь в ближайшие пять лет посещение России для этих иностранцев будет закрыто. Правонарушителям было назначено наказание в виде штрафа с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации. До процедуры выдворения нелегальные иностранные граждане находились в специализированном учреждении для временного содержания иностранных граждан и лиц безгражданства в городе Тольятти. После вступления решения суда в законную силу и оформления всех необходимых документов сотрудники отделения специального назначения совместно с судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов в подразделении судебных приставов главного управления припроводили нарушить законодательство иностранцев к пункту пропуска через государственные границы Российской Федерации. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя регионального следственного управления доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, связанного с избиением 17-летней девушки-инвалида в Самарской области. В интернете разместили видео и информацию о том, что в марте этого года группа подростков напала на несовершеннолетнюю. Девушка с инвалидностью получила различные травмы, в том числе частично потеряла слух. После обращения родителей пострадавшие в правоохранительные органы, нападавшие стали угрожать членам семьи. Информацию проверили и возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего парня местного жителя. Он задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Тем временем в поселке Безинчук меньше чем за 10 минут сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже. Вечером злоумышленник зашел в магазин на автозаправке, затем взял с витрины несколько продуктов и скрылся. Сразу же после того, как оператор станции нажала кнопку тревоги, на место прибыла группа задержания в неведомственной охране Росгвардии. Стражи правопорядка уточнили, что произошло, и выяснив, как выглядел грабитель, передали его приметы в дежурную часть полиции и другим Росгвардийским экипажам. Уже через несколько минут в квартале от места происшествия патрульные обнаружили человека, внешне подходившего под описание злоумышленника. Когда увидел служебный автомобиль, попытался скрыться от нас. Данный гражданин был задержан, при нем находились похищенные товарные специальные ценности. Мы его доставили на заезд для опознания, сотрудницы его опознали, далее мы его передали прибывшей следственной оперативной группе. В ближайшие дни Самарскую область ждет яркое событие. Неделя креативного бизнеса соберет творческих предпринимателей и амбициозных новичков, стремящихся развивать свой бизнес. Для них подготовлена насыщенная и разнообразная программа. Предстоящий форум обсудили в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства. Для кого станет открытием эта неделя творческих коллабораций, какие сюрпризы готовят для участников, ответы в нашем сюжете. Самарская область открывает новые горизонты для предпринимателей. На конференции в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства эксперты делятся подробностями. Областная столица впервые примет неделю креативного бизнеса события, которые соберет представителей творческих индустрий для обмена идеями. Участников ожидают дискуссии, мастер-классы, презентации и, конечно, возможности для нетворкинга. Спикеры форума опытные практики, готовые поделиться реальными историями успеха и дать действенные советы. Программа охватывает как теоретические аспекты креативного предпринимательства, так и знакомство с конкретными инструментами для развития бизнеса. С 18 по 20 число в региональном центре «Мой бизнес» на Малагвардейской 211 мы ждем представителей креативных индустрий. Каждый день посвящен своему треку. То есть мы начнем с трека «Туризм и развитие территории». То есть мы будем говорить о туристическом бренде. Следующий день это у нас, соответственно, дизайн и визуальное искусство. И последний трек это у нас медиареклама. Сюда мы приглашаем медийщиков, будем говорить, соответственно, о коллаборациях, о том, как продвигать бренды. Мы пригласили федеральных спикеров. Любой предприниматель уже получит полное представление, комплект документов, какие-то наброски, той дорожной карты, которую вместе с нами он сможет пройти с тем, чтобы свой бизнес усилить. И в случае с креативной неделей, что еще? Мы выступаем условным домом предпринимателя. Это единое пространство, которое хорошо подготовлено для проведения подобных событий. Если даже вдруг коллеге будет так много регистраций, что места не хватит, мы очень быстро обеспечим трансляцию. Неделя креативного бизнеса в Самарской области станет платформой для рождения нового креативного сообщества. Участники не только обретут новые знания и идеи, но и найдут потенциальных партнеров и единомышленников. Мне кажется, сейчас коллаборация – это самый классный пиар-инструмент, потому что у одного проекта или бренда есть своя аудитория, у других такая же. Если они как-то сходятся с ценностями, это выигрывает в абсолютно всем. К тому же активистов форума ждут в качестве участников на региональном конкурсе «Достояние губернии» в номинации «Креативная индустрия». Она появилась пару лет назад по рекомендации главы региона Дмитрия Азарова. Напомним, организаторы конкурса – общественная палата Самарской области, Самарское областное вещательное агентство и телеканал «Губерния». Конкурс проходит при поддержке правительства Самарской области. Партнерами выступают региональный центр «Мой бизнес» и торгово-промышленная палата. У нас очень много интересных проектов не только в «Креативной индустрии». В конкурсе 11 номинаций, и там в каждой номинации бывают очень интересные предприниматели, о которых хочется рассказывать. И мы как медиаресурс такой основной, региональный, безусловно, не можем этим не пользоваться. И стараемся рассказывать о тех новинках, о каких-то эксклюзивных производствах, о каких-то интересных технологиях, брендах, торговых марках, которые находятся на территории Самарской области. Это проект, который прославляет наш регион в масштабах страны. На пресс-конференцию пришла поделиться опытом местный дизайнер одежды, победитель конкурса «Достояние губерния» Алла Селицкая. В 2023 году она стала ярким представителем модной индустрии. Что это дает? Дает, безусловно, уверенность в себе. Это говорит о том, что мы значимы как бренд. Нас знают уже в Самарской области. Это говорит о том, что нам нельзя останавливаться, и мы движемся вперед. Важно быть не только в Самарской области, но и на выставке российного ДНХ. Да, да. Неделя креативного бизнеса пройдет в губернии с 18 по 20 апреля. Регистрация для участия уже открыта на сайте. Информацию о событии смотрите на телеканале «Губерния», сайте соваинфо.ру, а также в нашем телеграм-канале. Татьяна Пудова, телеканал «Губерния». В Самаре открылась выставка «Евромайдан. Сущность и последствия антиконституционного переворота». Проект посвящен событиям десятилетней давности, акциям протеста в Киеве, названным «Евромайданом» и последствиям массовых беспорядков на Украине. Наша съемочная группа смотрела экспозицию и пообщалась с первыми посетителями – школьниками, студентами, активистами партии «Единая Россия». «Евромайдан» – так назвали акции протеста, охватившие Украину в конце 2013 года. Кульминацией массовых беспорядков стал переворот в Киеве, в ходе которого был отстранен президент и к власти пришел неонацистский режим, развязавший гражданскую войну. С тех пор прошло уже больше десяти лет. События тех дней и их последствия нашли отражение в открывшейся в Самаре выставке. «Когда вообще это все случалось, я был маленький, я помню историю, я был тогда в Краснодаре у родственников, вообще все это случалось, я что-то смотрел, не сильно понимал. И когда уже начал вырастать, стал как-то в этом больше разбираться, тем более сейчас идет специальная военная операция, и в связи с ней я начал разбираться вообще, почему она началась. Ну и вот эта выставка, походив, почитав плакаты, посмотрев что-то, она помогла чуть пошире разобраться». Экспозиция включает в себя тематические плакаты, на которых представлена хронология событий Евромайдана. Посетители узнают малоизвестные факты и увидят фотографии, отражающие реальную картину тех дней. Эти снимки – напоминание о том, что протесты, начавшиеся на Майдане, привели к глубокому политическому кризису и вооруженному конфликту, последствия которого ощущаются до сих пор. «Для нас эта выставка особенно актуальна. С 2022 года наши ребята выезжают в качестве волонтеров на Донбасс и новые регионы. Ту правду, которую ребята видят на земле своими глазами, она действительно соотносится с тем, что сегодня представлено на выставке. То есть, если иногда ты смотришь телевизор и не веришь в то, что происходит, то когда ребята приезжают туда, видят все своими глазами, слушают истории тех людей, которые действительно помогают. А самое главное – сами вносят свой вклад в восстановление мирной жизни Донбасса. Они понимают, что они сделали благое дело, они приблизили нашу победу». Активисты молодой гвардии партии «Единая Россия» вместе со школьниками и студентами одними из первых прошлись по экспозиции. Материалы выставки подготовлены фондом исследования проблем демократии при содействии фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Организаторы хотели, чтобы посетители могли составить собственное мнение о Евромайдане и его последствиях, увидев факты и свидетельства, собранные экспертами. «Молодежь – это наше будущее. В их руках судьба нашей страны, будущего нашей страны. И очень важно сегодня донести до них правдивую информацию. Украина сегодня потеряла свою независимость и началось это с Евромайдана. Западные спонсоры организовали все это действие, и нам нужно сделать выводы, чтобы впредь не допустить подобного». Выставка «Евромайдан. Сущность и последствия антиконституционного переворота» будет открыта в историческом парке до 28 апреля. «Горько» – так называется новая выставка, которая открылась в Самаре. В экспозиции можно увидеть все – и обряды, и наряды, и даже старинные вещи, которые использовались во время свадеб. Подробнее Татьяна Пудова. «Считала, что чем больше преданного, тем богаче невеста». Выставка «Горько» погружает в историю свадебных обрядов. Каждый экспонат здесь – свидетель уникальной истории и предмета своего времени. «Во время Советского Союза было торжественное событие, и всегда регистратор – это такая красивая женщина. Как правило, на груди у нее висел вот этот знак, такой в виде цепи, с большим очень гербом». «Мы здесь осматриваем и этнографию, то есть конец XIX – начало XX века, такие сельские традиции, обряды. Также мы смотрим советский период, сравниваем, да, ну и, конечно, где-то мы просматриваем и современность. «Как известно, сейчас в России идет год семьи, и мы решили к этой теме подойти с огоньком, потому что из всего, что связано с семьей, наверное, самые огненные части – это, собственно говоря, свадьба. Это такой обряд, который известен с древнейших времен». Посетители выставки смогли посидеть за импровизированным свадебным столом. Здесь же видеоэкраны, где демонстрируются записи прошлых лет. «В середине 60-х стала доступна кинокамера, советская промышленность начала выпускать любительские кинокамеры восьмиминометровые. И всякие мероприятия можно было снять. Кассета вмещала пленки, вот сюда заряжалась пленка. Кассета вмещала где-то три минуты, поэтому снимали очень жадно». «О, меня ледые, а есть невеста, да хороша!» «Испроста мы начали с этой песни. С этой песни в селе Семеновка шли по всему селу девушки, подруги-невесты. И вот этой песней они как бы извещали все село, что вот в таком-то доме у нас будет свадьба». Инсценировка свадебных традиций добавила колориты. Экспозиции гости вспомнили трогательные и торжественные моменты своих свадеб. «Свадьба была очень веселой, несколько дней, конечно, как всегда, дня там два или три. Мы были студентами, ну вернее мы закончили уже институт авиационный, и мы поженили. У нас золотая свадьба была, не тоже золотая, мы даже 53 года прожили». «Здорово, так, ну и как?» «Советы, какие я могу дать? Ну это в первую очередь, конечно, любить друг друга». Выставка «Горько» в музее имени Алабина будет знакомить всех желающих со свадебными традициями до конца июля. Татьяна Пудова, телеканал «Губерния». Выставка «Россия» продолжает свою работу. Напомню, по решению президента Владимира Путина она продлена до 8 июля. Ежедневно павильоны ВДНХ посещают десятки тысяч жителей и гостей столицы. Они узнают о достижениях и знакомятся с аутентичностью каждого субъекта страны. Стенд Самарской области – один из самых популярных. Здесь для посетителей подготовлено много активностей. Чем привлекает гостей самарский стенд – в нашем видео. Субтитры создавал DimaTorzok На нашем стенде вы сможете познакомиться с особенностями и достопримечательностями Самарской области с помощью вот таких VR-очков – очков виртуальной реальности. Не выходя из этого здания, вы сможете побывать в Самарской области. Первый день рождения празднует и местный царь зверей. Львенок Алтая, которого губернатору Самарской области подарил Барнаульский зоопарк, уже обжился и нашел друзей. Что подарили будущему представителю прайда и когда можно будет услышать грозный рык льва, в гостях у именинника побывал Николай Гришечкин. На праздничный обед большой кусок говядины в качестве основного подарка – игрушка в виде большой бутылки с еловыми ветками – любимым ароматом львенка Алтая. Хищник отмечает день рождения первой в ставшем ему родным в Самарском зоопарке. Эти дети растут очень быстро. Уже спустя год у Алтая формируется грива, а пройдет совсем немного времени, и он станет полноценным царем зверей Самарского зоопарка. История Алтая в Самаре началась в 2023 году. Правда, этому предшествовало печальное событие. В зоопарке ушел из жизни Лев Цезарь, который был любимцем посетителей и прожил по кошачьим меркам долгих 16 лет. Тогда губернатор Дмитрий Азаров пообещал, что новый львенок в Самаре появится. Позднее директор Барнаульского зоопарка передал котенка главе области, а имя Алтай стало неким мостом дружбы между двумя регионами. Сегодня львенок уже чувствует себя настоящим хозяином зоопарка. Посетителям всегда рад. И мы сегодня пришли познакомить львенка с животными, потому что на картинках она уже всех абсолютно знает, и диких, и домашних. Решили показать живую. За самочувствием и настроением Алтая следят специалисты Самарского зоопарка. Признаются, для них опыт работы с новорожденным львенком стал первым. Следили за ним постоянно, общались, следили, как он меняется, растет, как обустраивается, осваивается в вольере своем новом. Ну, конечно же, все его очень полюбили. Ну, он такой игривый подросток, любопытный, подвижный, общительный. Будущий лев Алтай продолжает обживаться и находить себе друзей среди постоянных гостей зоологического центра. К пяти годам, говорят специалисты, это будет взрослый самец с пушистой гривой. Сейчас царь зверей развивает свои голосовые способности. Говорят, услышать громкий рык Алтая можно будет даже за пределами зоопарка. А пока к поздравлениям львенка присоединяется Николай Гришечкин, телеканал «Губерния». В Самарской области от спячки уже пробудились клещи. По данным Роспотребнадзора, на 9 апреля в регионе зафиксировали уже 7 укусов. Часто эти насекомые встречаются в лиственных лесах, траве и невысоких кустарниках. Поэтому специалисты рекомендуют позаботиться о своей защите заранее. Для рыбалки, охоты или прогулки по лесу нужно подбирать одежду, которая максимально закрывает тело. Важно также постоянно осматривать открытые участки. Помнить стоит и о вакцине, профилактических прививках против энцефалита. Если вы все же обнаружили на теле клеща, то нужно как можно скорее обратиться в больницу. Там медики аккуратно вытащат насекомые. После этого врач может назначить экстренную профилактику, если обнаружат антиген энцефалита. Тем временем, отопительный сезон в Самаре официально завершится 22 апреля. Соответствующее постановление подписала глава областного центра. Впереди подготовка тепловых сетей к зиме. В этом году в городе планируется модернизировать 24 объекта. Об этом в своем телеграм-аккаунте сообщила Елена Лапушкина. А сейчас важная информация для жителей областной столицы. Сегодня утром временно перекрыли движение транспорта на участке Волжского шоссе от улицы Вилоновской до Ульяновского спуска. Причина – ремонтные работы на водоводе. Коммунальщики устраняют поломку трубы возле дома номер 2 Павилоновской. Из-за перекрытия автобусы 61 маршрута следуют по измененной схеме. Через остановки Волжский проспект, Полевая, Молодогвардейская, Вилоновская, Чапаевская, Красноармейская, Куйбышева и обратно на Волжский проспект. Добавлю, в нескольких домах на улице Фрунзе временно отключена холодная вода. А часть домов Павилоновской и Ленинградской, Агибалова, Стамарской и Степана Разина, Некрасовской, Красноармейской и Никитинской переведены на пониженное давление. И в завершении выпуска важная новость для родителей. 24, 26 и 27 апреля на социальном портале супрема63.ру будет доступно бронирование льготных путевок в детские лагеря на лето этого года. Там же размещена подробная информация о местах для оздоровительного отдыха детей и условиях бронирования. Прямо сейчас прогноз погоды, а сразу после эфир канала «Губерния» продолжит сериал «Чужое лицо». У меня на этом все. Увидимся. Дудь южный со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порыва до 18. На севере и западе в дневное время плюс 16, плюс 20. На востоке и юге 16-22 градуса тепла. Погода в Самаре облачная с прояснениями. Днем плюс 18, плюс 21. Ночью 15-18 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 44-58 процентов.